Сперва бабахнул официальный анализ из Ухани и Гуанчжоу. 85% больных не курящие и никогда не курившие. Где вирус нашел их в прокуренном Китае, непонятно, но нашел и расправился с ними. Для Всемирной Организации Здравоохранения это было внезапным и не очень приятным открытием и у самого авторитетного профильного научного издания Европы, у европейского журнала аллергии и клинической иммунологии, зачесалось пересчитать китайскую статистику. Лучше бы журнал этого не делал, но он зараза такая пересчитал. И получил ошеломляющие цифры. Среди заболевших курильщиков только 1,4%. Все остальные – сторонники ЗОЖ. На сегодняшний день в Италии зафиксировано наибольшее число зараженных коронавирусом после Китая – 9172 человека. Так, эта европейская страна опередила даже Южную Корею, где инфицированы 7,4 тысячи жителей. Вспышка пневмонии COVID-19 унесла жизни 463 итальянцев. По данным Минздрава страны, средний возраст летальных исходов – 81,4 года. Товарищ Невзоров выпустил ролик про коронавирус, сообщив нам, что по статистике от этой заразы умирает всего лишь 1 или 2% заядлых курильщиков. Но это понятно, Невзоров у нас еще тот подлец, да еще и курящий подлец. Хотя я каюсь, слушаю его иногда, иногда он говорит такие откровенные интересные вещи. Так вот, я бы хотел тоже высказаться по коронавирусу, потому что я лично являюсь некурящим человеком и сторонником ЗОЖ, так сказать, в этом плане противником товарища Невзорова. По погибшим от коронавируса в Италии, Италия является основным очагом заражения этого нового гриппа. Так вот, среди погибших, то есть, если брать общее количество погибших в Италии, там тоже очень мало курильщиков, тоже 1-2%, но по Италии есть другой показатель, интересный показатель – это средний возраст погибших. Средний возраст погибших – это 81,5 года, то есть умирают старики преклонного возраста. Так вот, я заявляю следующее, что курильщики заядлые просто не доживают до такого возраста, поэтому среди погибших так мало представителей именно этого класса общества. Италия – горная страна местами, Италия славится своим виноделием, Италия, как и Кавказ, кстати, итальянцы похожи немножко на Кавказцев, славятся своими долгожителями. Поэтому неудивительно, что коронавирус беспощадно поразил в первую очередь эту страну. Англия, вот если брать Великобританию, Минздрав Великобритании на днях выпустил своим гражданам предписание, что люди, которые старше 60 лет, им предписано всем без исключения сидеть дома. Коронавирус, он, как мы видим, поражает только стариков, детей, молодых он не трогает. Если бы в противном случае было бы наоборот, то сколько там жертв уже по миру, 10 тысяч, то было бы как минимум тысячи две погибших детей, но ни одного репортажа о сотнях трупов детей мы не видим. Журналисты, конечно же, не могут освещать эту проблему в этом радостном ключе, мол, что дети не умирают, все-таки жертвы есть, старики тоже люди. Могут также возникнуть неудобные вопросы, опять же, что вирус этот искусственный, мол, некие какие-то, может быть, могущественные силы, мировое правительство решило решить пенсионную проблему в таком планетарном масштабе. Ведь если взглянуть на эту проблему, на нашу новую пандемию чисто с экономической точки зрения, не с человеческой точки зрения, а с экономической, представляете, с плеч экономики страны раз и падает такая большая проблема, столько стариков идут в минус. Звучит это, конечно, бесчеловечно, но как есть, может быть, поэтому некоторые страны, например, как Россия, не торопятся вводить режим чрезвычайной ситуации в своей стране. Все, может быть, ну ладно, не буду продолжать эту тему, а то превращусь в телеканал наподобие РЕН-ТВ или ему подобных. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии, подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово и до новых скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok